Сегодня герои нашей рубрики «Стань моей мамой» Иван и Александр. Ребята живут в Верхнеуральском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ване 13 лет. Он с удовольствием ходит в школу, любимыми предметами считает труды, физкультуру и английский язык. Я не так уж слушаю английскую музыку. На уроке просто занимаюсь и все. Понравился такой урок. Ваня занимается футболом в специальной секции. Ваня – это спортсмен в первую очередь. Он очень любит спорт, особенно футбол, легкая атлетика. Без него, наверное, в школе не проходят ни одни соревнования. Здесь он так активно и в веселых стартах везде принимает участие. Во всех таких спортивных мероприятиях. Он хорошо учится, мальчишка очень старательный. Если у него что-то не получается, он обязательно добьется, будет ходить, добьется того, что он понял эту тему или какой-то материал. Саше 12 лет. Он перешел в пятый класс. Любит читать, учить стихотворения и рисовать. Чтобы хорошо учиться, у Саши есть особая методика, которую он готов поделиться со зрителями. Ну, чтобы никто не мешал. Я шубок никогда не было, чтобы не сбиваться там, правильно писать. А у доски как нужно отвечать? У доски надо правильно выходить, отвечать на вопросы, писать. Саша очень старательный ребенок. Трудолюбивый и артистичный. Без него практически, наверное, не проходит ни одно мероприятие. Он такого украшения. У нас такой маленький весь, но очень активный мальчишка. Он участвует в сценках. То есть мы везде на выездах, когда куда-то выезжаем, он постоянно у нас участвует. Он участвует в театральном коллективе «Серебряная маска» постоянно. То есть третий год он уже участвовал в КВН, за что получал как самый маленький участник какие-то подарки. Он добрый очень, мягкий. Знаете, он всегда поможет. То есть вот что-то у него попросишь, он всегда поможет. Никогда вот нет такой вот, чтобы он там «бу-бу-бу-бу-бу-бу» что-то ему не нравилось. То есть он всегда такой улыбается, как солнышко, в общем. Оба мальчика очень коммуникабельны. С легкостью идут на контакт. Мы были бы очень рады, чтобы у этих ребят появилась семья. Я думаю, что они, все, что у них накопилось, вся любовь, вся нежность, вся ласка, они бы все это передали в семью. И, конечно, ждали бы, наверное, ответной любви. И мы очень хотим, чтобы, конечно, у мальчиков была семья. Если вам понравились эти дети и вы хотите сделать их счастливыми членами своей семьи, звоните в отдел опеки и попечительства по телефону 2-22-95. У каждого ребенка должна быть семья.